Всем привет! Сегодня я хочу показать вам технику наиболее натурального и естественного контурирования. Сразу скажу, техника далеко не новая и наоборот, мне кажется, эта техника изначально появилась и сейчас была неоправданно забыта, потому что действительно это классные приемы для того, чтобы выглядеть максимально натурально, чтобы как можно меньше слоев было у вас на лице и при этом вы все равно достигали нужного результата. И помимо этой техники я подумала, как можно сделать это видео еще более полезным. Я еще и сделаю обзор сегодня на очень громкую и нашумевшую линейку от NYX, которая называется Can't Stop, Won't Stop. Планы наполеоновские, поэтому давайте приступать. Техника контурирования, о которой я хочу сегодня рассказать, будет заключаться в том, что мы ее будем выполнять с помощью только исключительно тональной основы. И для этого нам понадобится тональная основа светлого оттенка нашего тона кожи и тональная основа темного оттенка. И вот как раз-таки вот эта линейка меня вдохновила на то, чтобы показать вам эту технику, потому что в линейке выпущено 45 оттенков. Там можно подобрать абсолютно любой оттенок, любой подтон, который только вы хотите видеть у себя на лице. А что касается этой техники, то это, наверное, действительно самый натуральный способ выполнить коррекцию лица. И раньше визажисты только так и работали. Они использовали тональные основы разных оттенков. И можно было найти какие-то корректоры только исключительно в каких-то суперпрофессиональных марках. И даже не профессиональных марках для макияжа, а скорее профессиональных марках для гримеров. Если рассудить чисто с логической точки зрения, то натуральность как раз-таки заключается в том, что мы используем как можно меньше слоев на нашей коже. Это две тональные основы, которые абсолютно одинаковые по своей текстуре, то есть при их растушевке не будет абсолютно никаких конфликтов. И если эта техника вам понравится, то вы вполне можете взять ее на вооружение. И, кстати говоря, здесь не обязательно использовать конкретно эти продукты. То есть, в принципе, прелесть этой техники заключается в том, что вы можете делать ее своими самыми любимыми тональными основами. Если у вас такая есть, то вы просто ее покупаете в вашем оттенке и в более темном оттенке. И может показаться, что это прям что-то такое излишнее. То есть, блин, теперь надо покупать две тональные основы для того, чтобы сделать макияж. Но на самом деле, если вот так вот рассудить, вы же наверняка покупаете бронзеры, корректоры, скульпторы. А по сути, стоимость тональной основы точно такая же, как и этих продуктов. Если вы покупаете люксовую тональную основу и у вас есть люксовый бронзер или корректор, то вы приблизительно потратите такие же деньги, как и просто купив две тональные основы. Так, мне надо держать себя в руках и еще больше не затягивать и переходить уже к сути этой техники. Так и сейчас на мне уже финальный результат, вы видите. Но буквально через несколько кадров мы с вами переместимся назад в прошлое, там, где у меня только макияж глаз выполнен. И я вам сейчас в деталях расскажу об этой технике, о всех секретах и всех нюансах, которые обязательно нужно учитывать. В этой технике главное, с чего нужно начать, это с подбора именно оттенка. Я себе взяла оттенок, который называется Deep Sable. И вообще, в принципе, чем нужно руководствоваться? Этот оттенок в идеале должен напоминать цвет вашего загара натурального. Я оттенок выбирала в интернете. И, кстати, меня многие спрашивают, почему я не покупаю в официальных бутиках NYX, там, где можно все посвочить. Ответ очень простой. Бутик NYX находится ровно в противоположной части города от меня, поэтому потратить часа четыре на то, чтобы посвочить тональную основу и купить, для меня это слишком много. Поэтому я зашла на Natina, покликала там несколько оттенков, посмотрела свочи в интернете, и мне кажется, что я очень хорошо оттенок подобрала. Поэтому, если у вас есть возможность посвочить именно в живой оттенке, это было бы вообще идеально. Но если нет, то я вам советую склоняться ближе к нейтральным тонам. Это такие наименее проигрышные варианты. Что касается светлого оттенка, то я себе взяла оттенок Light. Сейчас у меня выполнен только макияж глаз, и, кстати, я уже нанесла консилер из этой же линейки. У меня оттенок этого консилера ванила. Я вам в конце видео обязательно тоже покажу нанесение этого консилера до и после, как он продержался на протяжении дня. Но так как обзор этих средств это не центральный фокус этого видео, то давайте, наверное, все же уже приступать к технике. Начинать мы будем именно с темного оттенка, и я рекомендую именно такую очередность, потому что потом светлым оттенком будет легче растушевать. Если вы изначально нанесете тональную основу на все лицо, а потом будете наслаивать тональную основу темного оттенка просто как контурирующий продукт, во-первых, скорее всего, вы переборщите. И реально будет очень много, и потом это растушевать будет практически невозможно. Во-вторых, весь принцип здесь заключается в том, чтобы разделить лицо как бы на две зоны. Периметр лица мы тонируем именно темным оттенком, центр лица мы тонируем светлым оттенком и, естественно, границы растушевываем. Самая главная фишка как раз таки в том, что мы делаем максимально мало слоев на лице. То есть из-за того, что эта тональная основа, она имеет уже в себе покрытие, мы ее и используем как тональную основу. Мы не используем ее для того, чтобы просто сделать коррекцию. По периметру она также скроет все недостатки, которые у нас есть на лице, которые потом дополнительно не нужно будет чем-то прорабатывать. Надо просто ну четверть помпы, вот такую вот капелюшечку, больше вам однозначно не понадобится. Но здесь все будет зависеть от того, какую конкретно тональную основу вы выберете, потому что вот у этой плотное покрытие и действительно одна малюсенькая такая капелюшечка растягивается так, что ого-го. Для растушевки удобнее всего пользоваться либо спонжем, у меня это треугольный спонж от Наташи Динона, либо какой-то синтетической кистью, плотно набитой, которой обычно наносят тональные основы. У меня это Real Techniques Expert Face Brush. Наношу эту тональную основу вот так вот на палец, и потом делаю буквально несколько точек на скуле, не под скулой, ни в коем случае не делайте это под скулой, потому что как только вы начнете растушевывать, вы поймете, что вы заходите очень далеко на бороду, и ни к чему хорошему вас это не приведет. И вот так вот сразу начинаете растушевывать, посмотрите, насколько сильная пигментация у этой тональной основы. И вот сейчас она начинает выглядеть очень рыжей, и вообще какую-то порцию видео я буду выглядеть просто крейзи. Здесь главное пережить вот эту вот часть видео. Очень важно здесь, как я и сказала, не заходить на зоны, на которых не должно быть коррекции. То есть, почему я нанесла на скулу? Видите, я растушевала, и сейчас эта тень находится как раз в той зоне, в которой нам и нужно. Также очень хорошо прорабатывайте зону волос, потому что там как раз-таки очень явно будет видно, если у вас светлая здесь кожа, а тут резко начинается вот этот вот оттенок, это прям совсем будет неорганично. Теперь переходим к зоне лба, и точно те же действия я делаю. Вообще здесь нужно руководствоваться принципами коррекции для вашей формы лица. И если прям совсем элементарно объяснять коррекцию, вот прям совсем элементарно, то представьте, что вот это вот овал по центру вашего лица, и все, что находится за пределами этого овала, туда можно наносить более темные средства. Что находится в центре этого овала, то его лучше не трогайте. Это вот прям такое совершенно элементарнейшее объяснение. Теперь я хочу нанести эту тональную основу на зону челюсти. С помощью таких оттенков просто идеально получается вот эта зона, потому что она вроде бы как и уходит в тень, она становится очень четкой, особенно если у вас контуры уже свои начинают плыть, то вот это отличный вариант, и в то же время выглядит максимально действительно натурально, насколько это можно представить. Здесь очень осторожно, потому что опять-таки вам не нужно заходить на вот эту вот зону, куда не нужно заходить, поэтому ставим точку буквально вот сюда, вот, и вот еще несколько точек, вот как-то приблизительно вот так вот. Вот, и опять начинаем растушевывать. И здесь важно, чтобы совсем слегка заходила тень на лицо, но больше, чтобы эта тень оставалась в районе шеи. И вот посмотрите, насколько сейчас вот эта линия прям острая, такая как будто меня ножом порезали. Ну что ж, как я вас и предупреждала, сейчас я выгляжу так, как будто я с дурдома сбежала, или увлеклась коррекцией, не знаю, что это такое. Самое время решить сейчас эту проблему. Для этого я беру оттенок light, и абсолютно точно так же выдавливаю его на палитру. Здесь мне понадобится приблизительно около помпы. Для растушевки этой тональной основы я беру другой спонж. И вообще, в принципе, для этих двух цветов лучше использовать разный инструмент. Опять-таки, набираю на палец, и здесь я начинаю работать именно из центра. То есть наношу уже немножко более плотный слой, потому что это уже тональная основа, которая должна перекрыть все мои недостатки, и, собственно, которую бы я просто наносила, если бы я эту коррекцию даже не делала. И изначально я сосредотачиваюсь именно на центре, а потом остатками уже прохожусь сверху. И повторяю то же самое по всему своему лицу. Сначала сосредотачиваюсь на центре, втушевываю, а потом остатками прохожусь уже по периферии и растушевываю эти два оттенка между собой. Ну что ж, зацените результат. Мне кажется, что я полностью добилась того, чего я хотела, потому что я нанесла на лицо пока что только исключительно тональную основу. При этом лицо у меня не выглядит плоско. Те тени, которые мне нужны, например, это тень под скулой. И мне кажется, вы сейчас очень хорошо видите, что она присутствует, но в то же время она выглядит абсолютно ненавязчиво. И, наверное, максимально натурально, насколько вообще в целом это может выглядеть, потому что наносила я все очень тонкими слоями. То же самое и с зоной челюсти. Сейчас такое впечатление, как будто уже сделана коррекция, и на самом деле так и есть, но в то же время я не использовала никакие конкретно корректирующие средства. Ну что ж, это, в принципе, все, что касается этой техники коррекции. Сейчас я хочу закончить свой макияж, и, в принципе, я сверху буду наслаивать также еще и корректирующие средства. Я могу, конечно же, этого не делать и довольствоваться только тем, что сейчас у меня на лице, но этого никто и не запрещает. То есть, если вы хотите усилить еще больше коррекцию, добавить хайлайтера и так далее, то, конечно же, никто вам этого не запретит. Поэтому давайте сейчас я закончу макияж, и мы с вами еще более детально поговорим об этой линейке NYX. Вообще, эта тональная основа сейчас крайне хайповая, и я даже где-то встречала упоминание, что она одна из самых часто выкладываемых тональных основ в Инстаграм. То есть, самая такая инста-тональная основа, и действительно, наверняка многие интересуются ею. Если зайти на официальный сайт и посмотреть, что нам обещают, то это должна быть легкая по своей текстуре, водостойкая и пигментированная до предела тональная основа. Также указано, что тональная основа имеет матовый финиш, что она не окисляется и может продержаться до 24 часов. Также это не комедогенная тональная основа, она подходит для нормальной, жирной, комбинированной и даже чувствительной кожи. В принципе, абсолютно для всех она подходит, если вам нравится матовый финиш. Что касается состава этой тональной основы, я сюда заглянула, в принципе, ничего криминального я здесь не увидела. Здесь вы не найдете каких-то увлажняющих ингредиентов, каких-то ухаживающих за вашей кожей ингредиентов. То есть, это такая немножко даже подсушивающая, контролирующая блеск матовая тональная основа. И вот мне кажется, что эта тональная основа полностью отвечает своим заявленным характеристикам, потому что вот все, о чем я только что читала, в принципе, это более или менее соответствует действительности, по крайней мере, по моему опыту. Она действительно по своей текстуре достаточно легкая, но при этом очень перекрывающая. Я бы сказала, что у нее от среднего до плотного покрытия, в зависимости от того, насколько вы ее будете наслаивать. Она на лице заметна. То есть, это не из тех тональных основ, которые я люблю для себя, которые полностью сливаются с кожей. И вообще, буквально там под микроскопом можно рассмотреть, что на вас тональная основа. Это будет видна на коже, но при этом кожа с ней достаточно красиво выглядит. Она мне больше напоминает такой эффект персика, знаете. То есть, это не глухой матовый финиш, который просто вот иссушающий кожу. Это скорее вот именно такой вот вельветовый, живой финиш, но при этом больше направлен в матовую сторону, нежели сияющую. Самое главное, что меня поразило в этой тональной основе, так это то, что она не сушит мне кожу. То есть, я ее ощущаю на лице и ощущаю так, как будто я припудрила лицо. Но в то же время я недавно делала обзор на Max Factor Radiant Lift и вот с той вот конкретно было ощущение сухости и стянутости кожи. Здесь же ощущения немножко другие. Такое впечатление, что просто нанес тональную основу и закрепил ее пудрой. Вот приблизительно как-то так. Стойкость у этой тональной основы тоже очень хорошая. Я вам обязательно покажу до и после, то есть, как она выглядит в начале дня и как она выглядит в конце дня. И также макросъемку обязательно вам продемонстрирую. Это неплохая стойкость. Тональная основа не ведет себя как-то гадко, не разбивается, не заваливается в морщины, не трескается там, что, кстати, для меня лично огромный плюс, особенно в таких вот матовых текстурах. Также эта тональная основа неплохо работает с текстурой на лице. Можно, в принципе, не пользоваться каким-то заполняющим поры праймером отдельно, потому что она и сама способна сгладить текстуру. И это, наверное, в принципе, все, что касается основных характеристик этой тональной основы. Что касается лично меня и станет ли она моим фаворитом, то, скорее всего, нет. Но это сугубо личное предпочтение. Я люблю более тонкие текстуры, более незаметные на лице текстуры и, естественно, более сияющий финиш. Если вы больше отдаете предпочтение бархатному финишу, вам больше нужно матирование, контролирование жирного блеска, тогда вполне возможно, что эта тональная основа вам понравится. Плюс здесь еще действительно очень сильное покрытие. А что, кстати, касается вот этого консилера, то здесь нужен отдельный разговор. Я вообще, честно признаюсь, абсолютно не делала никаких ставок на эту линейку, потому что мне казалось, она мне абсолютно не подойдет. И вот этот консилер, мне казалось, просто сделает полный армагеддон у меня под глазами, что все пересохнет, все потрескается. Но меня этот консилер прям сразил на повал, потому что больше всего меня впечатлила его текстура. Во-первых, да, он действительно очень плотный, то есть с его помощью можно замаскировать уже такие более серьезные проблемы под глазами. Я бы не сказала, что мне это прям обязательно нужно, но что меня впечатлило больше всего, что этот консилер не нужно закреплять пудрой. Вот я недавно рассказывала о консилере от Make Up For Ever, и он называется как самозакрепляющийся консилер, то есть вы его наносите, растушевываете, и все, никакой пудры дальше не требуется наносить. И я так думала, что-то вы, ребята, прибрехиваете, наверное. Наверное, вряд ли это возможно, потому что это физика и анатомия вместе. То есть если есть жидкость и есть впадина, то эта жидкость, естественно, туда норовит попасть и там остаться, и закрепиться, скажем так, в этой морщинке. Но действительно сейчас существуют такие формулы, которые вот реально поражают. Я сегодня не закрепляла консилер, и я ни разу этот консилер не закрепляла под глазами, при этом он отлично держится, вообще абсолютно никак не скатывается, не меняет свою текстуру, не начинает как-то гадко трескаться под глазами. Мне наоборот кажется, что если его закрепить, то будет результат хуже, чем если его вообще не трогать. И это то, как я хотела бы видеть Tarte Shape Tape. Вот они очень похожи между собой, тоже такие же плотные, такие же перекрывающие. Если вы очень любите Tarte Shape Tape, то я вам рекомендую не тратьте деньги, вот допользуйтесь Tarte Shape Tape, который у вас сейчас есть, но новый не заказывайте, попробуйте вот этот, потому что мне кажется, он вам должен очень понравиться. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно легко сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Также я вам оставлю здесь несколько других моих видео, если вы их не смотрели, обязательно посмотрите, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.